Приветствую, друзья! Худо-бедно мы все уже смирились с мыслью, что в мировой компьютерной сети не существует такого понятия, как объективная информация. Содержание информационного потока в очень большой мере определяется не столько фактографией, сколько трибуной, с которой эта информация подается. У нас личные предпочтения и вкусы человека, транслирующего информацию в интернете. Идеологические и политические установки, искажающие оптику всех, без исключения СМИ, которые пересказывают якобы нейтральные новости таким образом, что формирует у потребителя «правильное» отношение к этим новостям. Но особенно тяжко на этапе изыскания информации приходится тем, кто связан с финансовыми рынками – от банкиров до аналитиков и биржевых трейдеров. Дело в том, что финансовые новости не только страдают от субъективности, но и постоянно подвергаются целенаправленной дезинформации. Гигантские потоки слухов, заведомо ложных фактов, выливаются в интернет, деловито и сознательно, без всякой примеси эмоций, просто потому, что на финансовых рынках знания правды – это самые настоящие и живые деньги. И, разумеется, никто никогда ни с кем делиться деньгами не будет. Ввести в заблуждение ближнего, который на финансовом рынке всегда твой противник и твой конкурент – это действенный инструмент зарабатывания капитала. Как научиться выявлять на финансовом рынке сознательную дезинформацию? Какими ресурсами можно и нужно пользоваться, а какие должны быть напрочь табуированы? Каковы признаки ложной наводки на доходную сделку? Все эти вопросы мы рассмотрим на специальном факультативном вебинаре МИНО, посвященном изысканию информации на финансовых рынках. Этот вебинар пройдет 9 апреля 2018 года, а затем будет доступен всем желающим в записи. Ждем вас, финансисты и трейдеры! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...